Всем привет, друзья, всем привет, друзья, всем привет, подписчики, с вами снова Стас, и вы не ошиблись, да, это коробка от PlayStation 4. Я, как вы уже, наверное, догадались, что следили за мной в Твиттере, продал свой старый компьютер, свой PlayStation 3, и как раз получается новую великолепную консоль от Sony PlayStation 4. И сегодня я вам готов представить распаковку этой консоли, если вы готовы, тогда поехали. Итак, так выглядит главная коробка, она немножко покоцанная помята, спасибо корпорации Центр за это, если вы сейчас меня смотрите. И лицевая сторона коробки выглядит так, на ней написано PlayStation 4, сама консоль лицевой стороной, кстати, на подставке, в подставке в комплекте нету, и великолепный просто геймпад DualShock 4. У нас тут написано, что это для детей всех возрастов, и на сколько вы взяли модель, это на 500 гигабайт меньше, пока нет, ну, хотя будет на терабайт, можно будет на терабайт взять. И плюсы PlayStation Plus. Также у вас здесь написано, какого вы взяли цвета, пока она есть только в черном цвете, хотя я видел уже и белые. Сзади коробки у нас, как всегда, это Killzone в плену сумрака, это не бандл с какой-либо игрой, это чисто сама консоль. То есть, если было бы бандл, на лицевой стороне была бы та игра, которую вы взяли. Killzone в плену сумрака и перечисление некоторых игр, которые сейчас доступны на PlayStation 4. На самом деле их чуть-чуть побольше, не скажу, что их там много, но чуть-чуть побольше есть. Это у нас Watch Dogs, Assassin's Creed Black Flag, Infamous Second Son и NEC. И, конечно же, главный эксклюзив, который как демо-версия всех возможностей консоли, это Killzone в плену сумрака. Также Sony рекламирует PlayStation Plus. Кстати, на заметку, без PlayStation Plus на новой консоли вы не сможете играть в мультиплейер. Никакой, никакой онлайн вам не будет, кроме 2-плейных игр, там вы также сможете. Тут у нас перечисление некоторых новых возможностей консоли от Sony, от Microsoft чуть не сказал, от DualShock 4, кнопка Share, NEC. В общем, все дела с боковой стороны у нас пусто. И с этой стороны у нас идет перечисление, что же у нас попало в эту заветную коробочку. PlayStation, DualShock, гарнитура, для зарядки геймпэда, маленькое руководство, для зарядки HDMI кабель здесь должен быть, для зарядки консоли, вот для зарядки геймпэда. Внутри коробки пусто, но должно внутри коробки быть еще одна коробка. Давайте я вам ее... Я уже ее достал и сейчас буду готов вам ее показать. Поехали. Ну а внутри той синей коробки лежит еще вот такая вот белая коробка, она абсолютно без надписей. Давайте же ее откроем. И, о май гад. А здесь у нас сразу же попадается мануал. Я консоль не стал запаковывать, так как и на Исус, тоже есть миллион распаковок, где вы можете это посмотреть. Я положу все как есть и сейчас расскажу свои впечатления. Мануал PlayStation 4. Добро пожаловать в мир PlayStation. Сама четвертая PlayStation. И сразу же вот у нас здесь лежит вот такой вот замечательный геймпэд. Дуал шок четвертого поколения. Вот когда я его первый раз взял в руки, я понял, что ничего идеального для игр быть просто не может. Никакая клавиатура с мышкой с этим реально не сравнится. Это просто самый удобный геймпэд на сегодняшний момент. Он сделан из такого пластика в дырочку. Аналоговые стики очень хорошо ложатся. Здесь они очень хорошо ложатся, ему там удобно, как и должно быть. Тач-панель, на еще большая кнопка, динамики. Также вам нужно подключить сюда гарнитуру или обычные ваши наушники. И для зарядки никаких батареек внутри нету. Привет, Microsoft. И вот эти вот курки, они просто самые идеальные. Тут вот и вот так вот изогнутые. Это самое идеальное, то что может быть для Игоря. Он реально просто по соединению с Долл Шок 3. Идеально лежит в руке. Также вот за вот этой вот коробочкой здесь у нас идут провода. Давайте провода сейчас тогда рассмотрим. Первый провод, который должен вас интересовать, это микро-USB на USB. Это для зарядки Долл Шок 4 от консоли или компьютеров. Далее у нас идет, давайте я вам покажу, вот такую вот, вот такую вот, так сказать, гарнитуру, если ее так можно назвать. В принципе, она один такой наушник, видимо, чтобы у вас слух испортился. Но из моих ушей она выпадает, поэтому это просто хлам. Но это как бонус, пусть будет. Далее у нас, наконец-то, заряд, блок питания для консоли. Вот, никаких внешних блоков питания, как у мелко-мягких здесь нету. Вот сюда вот это вложим. И, наконец-то, Sony встал в класс комплекты подставки. И HDMI кабель, он достаточно длинный, хорошего качества. Вот HDMI кабель. Хороший HDMI кабель, длинненький такой. В общем, за это лайк большой Sony. И давайте доставим консоль и посмотрим, как она выглядит вне коробки. Итак, ребят, вот так вот выглядит заветная консоль от Sony. Скошенный, похожий на мой старый DVD видик. Да, так вот он называется. Вот это самый идеальный дизайн. Просто реально на небольших размерах, на больше, чем PlayStation 3. Супер слим, я имею в виду. Но, вот, идеальные просто линии. Вот тут вот еще загорается при включении, кстати, кнопки включения здесь. И вывода диска вот здесь. Как вы уже могли видеть, это глянцевый пластик. Он просто отвратительный, он царапается, он грязнится. И оттереть это очень трудно. И обычный матовый пластик у нас вот здесь. И, кстати, очень красиво, если положить вот так вот и посмотреть, будет очень красиво с DualShock 4 сочетаться. Ну, а с вами был Стас. Подписывайтесь на мой Twitter, Instagram. В Twitter все интересно вы узнаете первым. Ну, а обзор консоли вы увидите достаточно скоро. Всем спасибо за внимание. С вами был Стас. Подписываемся, живем друзей. Пока.